Программа «Б» Хлеб наш насущный обещает нам дать Господь. А как насчёт кварплаты расходов на транспорт и отпуска? А как насчёт расходов на здравоохранение? А как насчёт нового костюма или обуви? О границе между необходимым и желаемым мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие друзья, рады всех приветствовать. Здравствуйте, приветствуем всех. Меня зовут Олег Бендасов. Меня зовут Андрей Стародубцев. Андрей Стародубцев рядом со мной сидит. И кто сидит напротив нас, знают только зрители портала teos.fm. А всем остальным мы об этом расскажем. Сегодня у нас в гостях не просто там какой-нибудь пастор церкви, простите. Не оба кто вообще? Сегодня у нас в гостях, сейчас скажу, векарный епископ. Да. Включите ему микрофон. Евангелическое... Как это? ЕЛЦ? Эх, недоработочка вышла. Двоечка тебе. Отключай микрофон. Что? Почему? Меня отключили. Всем здравствуйте, во-первых. Евангеличев у нас сегодня в гостях. Расскажи сам, пожалуйста, как ты имеешься... Евангелическая лютеранская церковь Аугсбургского исповедания. Ну, конечно, я бы это не выучил. Я чувствую сияние на себе. Ты чувствуешь, Олег Михайлович? Я слишком далеко сижу. Да, мое сияние действует в радиусе полуметра. Еще пока, потому что не епископ, не архиепископ. Архита он бы на весь район себе съел. Смехом, да. А у нас в гостях сегодня один из лучших проповедников России. Да. Этот титул был задолго до епископа. Ой, спасибо вам. Жалко, что никто, кроме вас, об этом не знает. Ой, ну ладно, прибедняться-то скромность, скромность. Итак, тема нашей сегодняшнего разговора – это насущный смартфон. Так мы ее назвали вместе с Андреем. И поэтому поговорим сегодня о том, что же является сегодня самым насущным и актуальным для нас с вами, друзья. Это вопрос к нашим слушателям. Вот две вещи, которые самые насущные для вас сегодня. Две вещи. У меня есть опрос в ЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения. Посмотрим, насколько он совпадает с мнением наших слушателей. Проведем собственный опрос в прямом эфире. Собственный опрос, да. 8800-333-1706. Бесплатный номер для всех жителей России. 8800-333-1706. Вайбер и WhatsApp. 977-850-09-96. И teus.fm. Добро пожаловать. Присылайте вопросы, слушайте. И общайтесь вместе с нами. Луций Анне Синека, младший древнеримский философ, говорил, не тот беден, кто мало имеет, а тот, кто хочет многого. Вот она и разница. Беден это тот, кто чего-то хочет и не может этого достичь. И от этого он страдает. А тот, у кого, допустим, всего мало, но он всем доволен, его нельзя назвать бедным. Так считал. Какая-то буддистская максимума. Все страдания происходят от желания. Не согласен, значит. Нет, не согласен, потому что вот один из древних псалмов, то есть говорит Господь пастырь мой, 22-й в нашей нумерации славянской. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. При этом нужда, собственно говоря, понимается именно как актуальная нужда. Понятно, что если наркоман говорит, я нуждаюсь в очередной дозе, ну это его нужда такая субъективная, скажем так. Для него она ультранасущная. То есть вот, ну она насущная, но она ему только повредит, то есть она ускорит его кончину. А, вот он тогда вопрос, а что тогда насущная? Ну а погоди, ну да, ну или подросток подходит к родителям и говорит, я нуждаюсь в смартфоне седьмого поколения какого-нибудь. Да, это просто бомба одной фирмы, значит, которая взрывается и горит, а вот другая фирма, которая не взрывается и не горит, и с двумя камерами, вот я нуждаюсь в ней. А для чего? Ну я хочу быть самым крутым. Но это тоже, собственно говоря, неактуальная нужда. Ну и опять же для него конкретно это очень важно, для его социализации, для его статуса. Я себя вспоминаю в подростковом возрасте, когда мне очень нужны были широкие штаны, потому что я начал увлекаться хип-хоп-музыкой, все мои друзья ходили в широких штанах, а у меня таких не было. И у меня не было денег, потому что я учился, и я упрашивал маму, пожалуйста, дай мне денег на широкие штаны, я куплю самые дешевые. Тогда у нас не было возможности, и я помню, как я дико переживал за это, хотя сейчас мне смешно. Да, да. В нашем подростковом возрасте, судя по всему, Павел, в принципе была проблема штанов. Да, штаны, да, цветовая дифференциация штанов, да, то есть тогда не стояла остро. Ну да, проблема штанов была, была. Хотя, конечно... Чтобы просто привести пример, что это вот сейчас, это смешно выглядит, но тогда для меня, подростка, это было чуть ли не самым важным событием. Вот давайте мы тогда с этого и начнем, актуальность и насущность. Что имеется в виду в этом псалме, ни в чем не буду нуждаться? Я думаю, что здесь имеется в виду, что Бог определяет, что для тебя насущно, а что является твоей прихочью. Очень интересно. То есть это не я, кажется, определенный. Для Бога, да, ты не будешь нуждаться вот действительно в том, что для тебя нужно. Вот с точки зрения всех благочестивых людей акцент с определения нужд нужно сместить с себя на Бога. Собственно говоря, и все. Даже вот само слово «эпиусиус», насущный хлеб наш, насущный, это классический гопакс в лингвистике этим термином. Гопакс надо тоже перевести. Гопакс — это не танец украинский, да. Гопакс. Украинский прибалтийский, судя по окончанию. Ну, знаешь, это слово «гопакс», да? Гопакс. Значит, он говорит так. Танца. Пойдем на гопакс. Гопакс — это хопакс, да, он вообще происходит. Ну, то есть однажды сказанное. То есть это слово, которое встречается в неком корпусе текстов всего лишь один раз. Потому что это описка просто. Нет. И мы не знаем точно, что оно значит. Дело в том, что слово «эпиусиус» не встречается не только в Новом Завете больше, не только в Септуагенте, в Ветхом Завете. Оно у древних греков даже вообще не встречается. Ни у Плутарха, ни у Платона. Что он имел в виду, мы до сих пор знать не можем. Мы можем примерно по этимологии догадаться. Потому что «уси» — это сущность. А приставка «эпи» — это что-то, приходящее сверху. Эпическая сущность. Это «насу». Поэтому и скалькировали, перевели «насущный». То есть «над», ну, то есть вот сверху на что-то насущность для существования. То есть сущность, которая видна сверху. Которая спущена, я бы сказал, даже сверху. И вот сама этимология этого слова как бы призывает нас переориентировать определитель насущного себя любимого, который все же внизу, на Бога, который наверху ему видней. «Бог большой, ему видней». Ну и все-таки нам-то снизу непонятно. Давайте поэтому разбираться. Попробуем вместе разобраться, как на это смотрит Бог, может быть. Что является насущным для наших слушателей? Две вещи. Самые главные, самые основные. 8 800 333 17 06 teus.fm. С развитием цивилизации вообще потребности постоянно растут. Если раньше главной потребностью было хотя бы просто сохранение жизни и некая безопасность, потом чистой воды подавай, потом в рационе обязательно разные овощи. А сейчас мясо едят. Не могут себе представить свой день без какого-то мясного блюда, что раньше бы считалось полнейшим излишеством. Это могли себе позволить только вельможи, какие-то очень состоятельные люди. Насущные потребности, они растут, растут, растут. Сегодня мы с Павлом начинали разговор с того, что смартфон или хороший компьютер являются уже насущными для нас вещами. Олег, а помнишь, вам это в школе не говорили, я помню, нам учительница рассказала, вы представляете себе, а за границей люди воду покупают в бутылках. И это было так дико вообще. Как? Зачем? Она же из крана течет. А сегодня попробую какую-нибудь конференцию без бутылочки воды представить себе. Да сложно. Причем сколько исследований и кино по телевизору показывают, одна и та же вода везде. В общем, да. Но психологически все равно нужно, чтобы она была бутылочкой. Я постоянно вижу своего соседа, который приходит с 5-литровыми бутылками по 3-5 литровых в руку. Святой воды набрал? Нет, он покупает постоянно. Потому что, видимо, он верит, что бутылированная вода — это то, что нужно его семье. Вот теперь это насущное. Да. Друзья, 11 октября в ЦИОМ, у меня несколько опросов, поэтому так провел опрос. Самая важная характеристика качества жизни — это здоровье. Безопасность, экология, качество и доступность продуктов питания тоже очень значимы. В топ-3 у москвичей также попали стабильный заработок и качественное образование. Я почему хотел все это начинал? Потому что, мне кажется, потребности человека никогда не будут удовлетворены. Они будут постоянно расти. И даже если весь мир перейдет в этот, так называемый, золотой миллиард, то есть все будут сытыми, все будут согретыми, у всех будет доступное образование, медицина, интересная творческая работа, все равно люди будут не удовлетворены, и им будет что-то необходимо. — Слушайте, ну вспоминаются братья Стругацкие в этой знаменитой книге «Понедельник» начинается в субботу. Помните, там профессор выбегал, создал модель человека... — Кадавр. — Да, кадавр. — Неудовлетворенного желудочно. — Да-да-да. — Которые удовлетворяли там селедочные головы. — Кадавр жрал. — Как он-то взыскует духовных ценностей, когда там патефон при нем включили, и он вяло шевелил ногой в такт, значит, это в нем духовное начало пробуждалось. Но как-то, мне кажется, нельзя сводить человека как образ Божий вот к этому кадавру профессора выбегал, и которому, если дашь побольше селедочных голов, глядишь, он в такт музыки начнет. — Ну, пирамида масло вообще так и говорит о том, что сначала основание, сначала Wi-Fi зарядка, да? — Да-да, потом уже хлебу, масло. — Мы, надеюсь, дождемся от слушателей, да, все-таки вот эти потребности. Елена Валерьевна прислала сообщение. Друзья, смотрю, слушаю с интересом. Павлу большой привет и поздравления. — Спасибо. — Елена Валерьевна, да, то есть от вас тогда ответ на вопрос, что является для вас насущными потребностями сегодня, самыми насущными. Две потребности. Первая и вторая. Можно не по значению. Мы все равно живем в эпоху консюмеризма, то есть мы все равно живем в эпоху потребления. И одним из основных качеств сегодня это как раз сколько ты потребляешь, то есть вот размер твоей кадаврости такой, билдекс кадавра можно, в принципе, вводить. — Сколько ты способен сожрать, поглотить денег и потратить их на сыр. — Какая у тебя машина означает сегодня не просто статус, а это же ведь городской налог, это же ведь парковка или гараж даже в Москве. — Оно ест бензин, оно ест мозги твои. — Да, вот это вот все. — Как изящно ты вот этот эфемизм придумал. — А что ты можешь позволить себе стоять в пробках, да, и так далее. То есть все вот эти вот, в принципе, вещи. — Я могу себе позволить, ребята, все, да? Вот как, ну, это не мое такое сообщение всему миру. Могу себе позволить. — Ну, на самом деле, конечно, можно пойти от идеала, там, Гулливера, попавшего в страну Гуи Гнэмов, который понял, как мало человеку вообще нужно для счастья. Важно, чтобы вокруг все были хорошие. А так-то вот это овса и молока достаточно. Ну, значит, все остальное, да, там. То есть вот интересно, что вот утописты разных лет, да, они интересовали идеальное общество, где человеку... Ну, да, вспомните даже коммунизм, да, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но при этом никто же не проектировал широкие дороги. Например, я вот все время спрашивал там старших товарищей. Вот коллапс, знаешь, у нас тут с парковками, там, все. Города наши не проектировались под коммунизм. При коммунизме же как бы все же бесплатно, должна быть у каждого машина. А где парковки для коммунизма? На что мне говорили, ты не понимаешь самой сути? Считалось, что нам будет по нраву пользоваться общественным транспортом, что при коммунизме просто никто не захочет иметь личный автомобиль. Почему в хрущевке маленькая кухня? Ну, потому что ты будешь в столовку ходить, любить, да? То есть как бы вот нечего дом готовить... Нет, нечего на кухне собираться, больше двух еще, понимаешь? И так далее. То есть на самом деле любые утописты исходили из того, что природа человека как-то радикально поменяется, и его потребности не будут кадавровыми, да? И вот потребности, наоборот, будут скромными, рассчитанными на некий альтруизм, да? Фанатичный даже альтруизм. Это слово ругательное, попрошу ко мне его не применять. Но получается как раз наоборот. Штука в том, что сущность человека именно такова, что он постоянно потребляет все больше и больше и никогда не будет удовлетворен. Потому что каждый человек по своей сути грешный — это кадавр. У ненасытимости две дочери. Давай-давай, написано в Священном Писании. Давным-давно еще это сказано. Ну, все-таки... Такие наркоманы потребления, я прошу прощения, Олег, да? Получается. В себя все прет вот сюда, да? То есть ты хочешь углубить вот эту вот яму, да, чтобы мы все в нее зарылись. Мы что же сидим здесь не самые, как бы, такие люди, да? То есть не в рубище ходим. Да, конечно, нет. Хотя вот и пешком, в отличие от некоторых. Да. 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 Я на метро приехал сюда. Я поэтому, друзья, и поднял эту тему. Я хочу выбраться из этой ямы, в которую лечу. Добро пожаловать, да. Программа «Б». Помогаем, ставим лесенку и подпорку, чтобы выбраться из ямы. Хорошо. Все-таки есть какие-то на сегодня социальные потребности, которые должны быть удовлетворены. И вот в начале разговора справедливо заметили, что, как Андрей говорит, и доза для наркомана, ну, давайте уберем, да, то есть таких явных маргиналов, да, из нашего списка. Вот. Кроссовки или смартфон для молодого человека, да? Ну, в соответствии тому кругу, в котором он общается. Для молодого специалиста, который вдруг свезло попал там в какой-то банк там хорош или в какую-то компанию, то есть там костюм престижной марки или еще что-то, что-то, ну, у каждого какие-то свои вещи. То есть вот насколько, где вот эта вот грань между необходимостью и уже, как сказать-то, блажью какой-то, да, перенасыщением? Мне кажется, любое общество имеет все-таки четкую градацию, да, есть средний, так сказать, уровень, есть, ну, уровень нищеброда, да, там, то есть есть уровень, ну, такого прям очень и очень продвинутого пользователя, назовем так. Покаченного пользователя жизни. То есть и каждое общество, да, каждая культура, она устанавливает эти рамки все равно довольно четко. И вот тут все зависит уже от человека, к чему ты стремишься. Стремишься ли ты все-таки стать там в топе, да, то есть вот, или ты, не будем рифмовать, значит, к слову. В топе или не в топе, да. Да, да, значит, вот. Поэтому идеал христианина все-таки, ну, заключается в таком смирении, да, вот что Господь. Мы не стремимся в топ, мы стремимся к исполнению, к адекватному исполнению воли Божией в нашей жизни. Если Бог дает что-то, хорошо. Не дает, ничего страшного. Вот в притчах сказано, нищеты и богатства не давай мне. То есть вот идеал, кажется, даже с точки автора книги притч, значит, вот этой притчи конкретной, это не нищета, чтобы я не забыл Бога, не стал там богохульником, не стал воровать, красть и так далее, да. И богатство, когда я скажу, а зачем мне вообще Бог-то нужен? Ну, это ведь понятия все растяжимые, понимаешь? И человек, христианин, который сейчас хочет получше машины и побольше жилья, он скажет, ну, это не богатство, это, ну, так, просто, ну, это необходимо, это для моей семьи, для комфорта. Тут интересная есть притча в Новом Завете, когда Христос говорит, тебя позвали на пир, не садись на эти, на лучшие места, садись похуже. Если ты достоин лучшего места, тебя позовут, тебя пересадят. Но берегись того, что, как бы, если вот ты сел сразу, то тебя задауншифтят. Вот, значит, берегись принудительного дауншифтинга. Вот, лучше дауншифтинг добровольный, чтобы Бог тебя вознес, да, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Унижающий себя будет возвышен, говорит Христос. Поэтому все-таки Христос... Вот об этом еще сегодня поговорим обязательно. Давайте, у нас пока первый звонок. А, давайте. Да, первый гость в эфире. Звучит зловеще. Последний звучит зловеще. Первый звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Вот, извините, но, по-моему, все-таки, чтобы писание сходилось друг с другом, то все-таки сказано, что ищите, прежде всего, Царствие Небесное, а все остальное приложится вам. То есть, надо исполнить волю Божьей, творчески последовать промыслу о себе, да, и, соответственно, все остальное приложится. Это истец насущный, он именно такой. Дмитрий, вы, к сожалению, Дмитрий, вы относитесь к тем 5% россиян, которые действительно верят в Бога. Мы сейчас больше про 95 других, для которых исполнение воли Божьей – это вообще пустой звук. Ну да, но я не хочу сказать, что, конечно, бывают ситуации, когда у вас какая-то критическая ситуация, вам что-то надо, но все равно, как лучше поступить, все равно надо рассчитывать через волю Божью, хотя вы будете сконцентрированы на чем-то более конкретном. Дмитрий, у вас телефон какой модели? У меня алкотель простой. Простой алкотель. Ладно, не попался. Ладно, хороший вы человек, скромный, святой, да. Спасибо большое, Дмитрий, за звонок. Да. Я прячусь. Вот настоящий христианин позвонил. В камере это все равно не видно. А что по поводу принижающей себя будет возвышенной? Меня всегда эта фраза в Библии как-то немного коробила. Она такая манипулятивная. Как будто я специально буду себя принижать, чтобы меня Бог возвысил. Ну, вот это как раз с лукавым Бог тогда поступает по лукавству. Но есть какие-то вещи, которые, ну, просто не надо выпячивать, да, говорит Господь. И он может ведь возвысить, а может не возвысить. И вот наш слушатель, он правильно же сказал, тут нужно принимать то, что есть у тебя. Ну, то есть если тебе нужен хороший смартфон, там, для работы и так далее, не нужно продавать душу дьяволу, там, продавать почку дьяволу, значит, и так далее. Значит, вот. Ну, чтобы купить этот смартфон. Продавать себя, на самом деле. Да, то есть продавать себя, загонять в кабалу и так далее. Семью свою, там, держать на черном хлебе. Если это тебе действительно нужно, если ты дорос до такого уровня, когда там, ну, Господь тебе даст, да, то есть вот это вот. Когда Господь определит, что это для тебя насущная потребность. Если ты не, как бы, 24 часа в сутки не нуждаешься в офисе, там, значит, да, в мобильном, там, как бы, присутствии в управлении какой-то, так сказать, каким-то диоцезом, назовем это так, да. То есть вот то, в общем-то, действительно, зачем это тебе нужно? Вот. Например, я не статусный человек. Мне часы, вот, например, абсолютно не важны. То есть вот я поэтому и ношу, там, часы славы за, ну, не буду говорить. Это винтаж уже. Это не винтаж, нет, это современные часы. Современные я купил, ну, там, год назад. Патриот. Да, вот. Да дело не в патриотизме, да. А смартфон, например, у меня хороший, потому что хороший смартфон мне жизненно необходим. Продвинутый. Я веду видеосъемки, там, и так далее, да, то есть оргтехника хорошая, мне необходима, а машина, например, не нужна. То есть мне вот, как бы, она, ну, то есть, конечно, там, мне приятно было бы иметь красивый и дорогой автомобиль. Но я прекрасно понимаю, мне не надо. Вот. И Господь и не дает. Вопрос на засыпку. Не рискую его обычно задавать гостям, но раз сегодня такой человек все-таки свой. Ну, не то, что свой, да, то есть сильный, скажем так. Вот когда сильный противник, тогда, как бы, всегда приятно общаться. Что-то сейчас будет. Давай, ладно, валяй. Кредиты. Я не люблю кредиты. Может быть, во мне... А никто их не любит, мы все берут. Я не беру. Ну, то есть, не, у меня есть кредитная карточка. Иногда, что называется, не хватает денег, поскольку у меня нет как таковой зарплаты. Я живу подаянием, как и большинство попов в России, да, только одним подают много, значит, в одной конфессии, значит, вот. А другим, значит, подают меньше, назовем это так. Поэтому иногда случаются провалы, которые покрывает кредитная карточка одного из банков российских. Причем я стараюсь тут же, там есть беспроцентный кредит, 100 дней, вот грейс период. То есть, я стараюсь не превышать там определенные все равно суммы какой-то, да. То есть, если нужно семье купить еды, я, конечно, могу пойти и расплатиться кредитной карточкой. А потом быстренько, как только появилось, тут же восполнить. И кредиты, конечно, которые ты не можешь погасить, которые ты не знаешь, как ты будешь погашать, всегда должен быть про план Б. Вот есть программа Б, есть план Б. И христианин, который не должен быть никому должен, то есть, даже если он берет кредит, он должен знать, в случае чего, в случае чего у тебя должен быть запасной план, как ты этот кредит закроешь. Это, мне кажется, основа какой-то финансовой честности и порядочности, которая для нашего общества пока еще вовсе не аксиома. Но это для молодежной аудитории вопрос, потому что старшие это часть наших слушателей, они как-то более-менее осторожны с этими вещами. Не факт, совсем не факт, мой друг. Потому что я знаю многих людей пожилого возраста, которые сидят на кредитах очень плотно. Это вопрос не возраста, это вопрос ответственности, планирования, я не знаю. Ну, тем более, вот эти все ужасные кредиты, типа, быстро деньги, когда там 500%, люди берут у бандитов долг. Ну, к сожалению, вот здесь финансовая неграмотность, в Библии есть хорошие слова, от недостатка ведения гибнет народ. То есть они, конечно же, были в первую очередь сказаны о Священном Писании, но вот здесь то же самое. Финансовая грамотность, друзья, вот мы сегодня говорим о насущных смартфонах, вот подумайте, насколько действительно он насущный для вас. Насколько этот кредит вам нужен, потому что кредиты, они прежде всего показывают, насколько человек не способен остановиться иногда. Нет, ну, например, конечно, покупать дорогие вещи в кредит, ну, как бы при сопутствующих факторах, что, а, тебе кроме статусности это ничего не дает. Я, конечно, вот видел людей, которые там покупают себе технику Apple, ну, то есть она им абсолютно не нужна. Они с таким же успехом могли бы работать на любом дешевом аналоге, да, то есть они не конвертируют большие файлы видео там, да, а я вот конвертирую. Мне, ну, почему, мне необходима хорошая техника, потому что у меня еженедельная видеопрограмма. А у меня не Apple и работает круче. Вот, ну, мы сейчас, ну, сейчас мы будем драться и, как бы, даже одержим победу, потому что у меня есть еще один единомышленник, да. Ну, ладно, ладно, хорошо, не будем, значит, сделать. Ну, надо отдельно. Отдельно передачу, да, отдельно, да. Тесты, вот это вот, все, глядишь, вам и заплатят даже. И вы какие-то свои не очень насущные нужны восполнить. Давайте так, программа «Б» против кредитов. Можно так сказать? Да, мы, не, ну, не то, чтобы у меня, мы не против кредитов. У меня есть кредит сейчас. Но мы против бездумных кредитов, которые не обеспечены ничем, да. То есть в любом случае, мне кажется, что тебе должно быть что продать, чтобы... Вот у меня был в гостях... Две почки не случайно даны, да, как они все равно сказали? Ужасный процесс. Кому нужны мои почки в моем-то возрасте? Мы знаем с тобой, Олег, прекрасно. Это был Семен Гаванов или тот же Сэм. Я ему задал вопрос. Как ты относишься к кредитам? Он сказал, я за, кредит это классно. Я говорю, как так? Ну, ты же взрослый человек, ты должен понимать, что это кабала. Он говорит, нет, только в том случае, если ежемесячный платеж по кредиту, у меня не больше 10% моего дохода. Если 10%, я легко беру кредит, я знаю, что мне не составит проблем его выплатить. Если больше, я уже буду серьезно задумываться. Ну, конечно. Ну, такое золотое правило, нам бы советовал. Ну, в общем, да. Хорошо, идем дальше. Говорим про насущность. Вот где-то я тут уже приготовил себе бумажку про общество. Вот мы начали говорить. Еще одно в ЦИОМовское исследование, свежее вообще, 20 октября опубликовали. За четверть века выросла доля граждан, которые определяют свое положение в обществе как средние. Сегодня таких 59%, в начале 90-х было 49%. В категориях ниже среднего и низкое 19 и 12 соотношение не изменилось. В 91-м году было 19-14. Малочисленными остаются группы респондентов, отвечающих, что они занимают положение выше среднего и высокое. 5% выше среднего, 3% высокое. Затруднившихся у нас 2%. Какой оптимизм? В 91-м было 11, а сейчас всего 2% затруднившихся. То есть у нас примерно 60% это среднее. Скажите, где должен быть, ну вот сегодня у нас епископ в гостях, поэтому где должен быть христианин? Где он должен быть выше среднего и высокое или низкое? Потому что Господь благословляет своих детей, как известно. На самом деле христианин может быть где угодно, где Господь его поставит, там и так далее. Другое дело, где должен быть служитель. Я уверен, что служитель должен стремиться к среднему показателю. А христианин, ну мирянин, назовем его так, он может быть и очень богатым человеком. Не будем забывать, что в Новом Завете немало есть увещеваний к богатым людям, к очень богатым людям. Нужно, чтобы они только невысоко думали о себе, были щедрыми, общительными и так далее. И благодарили Бога, дающего нам все обильно для наслаждения. То есть не забывали Бога и не забывали тех, кому хуже, чем им. А служитель церкви, конечно, должен быть где-то вот тут вот в серединке. И даже, может быть, иногда чуть ниже. Это такой личный дауншифтинг. Я узнал значение этого слова от Андрея перед эфиром. И, значит, теперь буду козырять. Я недавно общался со своим знакомым. Он служитель православной церкви. Еще не священник, он алтарник. И он сам начал ту тему. Говорит, а давай про зарплату поговорим. Как будто специально хотел сказать. В общем, он сказал, что он получает 22 тысячи рублей. И они живут с семьей на эти деньги. Как алтарник? Да. Алтарники не должны. Нет, он не только алтарник. Ну, там что-то какое-то подворье. То есть у него какая-то должность. И вот на этой должности получает он такую сумму. Говорит, и вот теперь всем рассказывай. И пусть они знают, что православные священники не шикуют. Так священники, да, в основном. Опять же, священник священнику рознь. Если ты настоятель при храме на кладбище, значит, то ты, ну, как бы это. Если ты настоятель и единственный священник какого-то деревенского храма, а в деревне... Ну, сельского, да. Сельского храма, а в селе у тебя прихожан три бабушки, то, конечно, ты будешь бедствовать. Вот. Ну, и хорошо, в русской православной церкви живут епископы. Ну, вот, значит, конечно, попы на Мерседесе, это достаточно большая редкость. А вот епископ на Мерседесе, это, ну, скорее, суровые епископские будни, прямо скажем. Ну, вот это как вопрос о том, что ты говоришь, стремиться к среднему священнослужитель, чтобы никого не притыкать и ни своей бедности, ни своим богатствам. Это давний спор между иосифлянами, и нестяжателями, который еще в средние наши века, собственно говоря, разгорелся. Семнадцать. Ну, шестнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый архиепископ Геннадий, Иосиф Володский, да, и Нил Сорский. Это все-таки действительно есть такие два подхода. При этом даже, кстати, иосифляне говорили о том, что личное имущество монаха, ну, то есть его не должно быть. Богатым должен быть не священнослужитель, а богатой должна быть церковь. То есть, ну, как бы для того, чтобы активно помогать. То есть, ну, должны быть землевладения, чтобы в случае голода, ну, словно говоря, всем все раздать. Окормлять. Да, всех покормить, да. То есть, вот, если чего, приходите к нам в церковь, мы вас покормим. Ну, при этом, конечно, чаще всего на практике эти красивые слова превращаются всего лишь в ширму и в такое удобное оправдание своего личного обогащения. Это беда, беда, симония беда, поставление на должности за деньги. Церковь больна, бывает, и тут чего? Как и все люди. Так и все люди, и больного надо лечить. Вот, надо признать, что это болезнь. С этим нужно бороться. Ну, патриарх недавно осудил, собственно, и, так сказать, настоятельно призвал же ведь всех, по крайней мере, вот, церковном облачении как-то все-таки быть чуть-чуть поскромнее, посмиреннее. Ну, тут, конечно, любой епископ, как бы, мы же знаем, да, ну, там, русской православной церкви, он разведет руками, скажет, ну, дарят же, дарят, зараза, я же ничего не могу поделать. Музей боли чудес. Да, то есть все тащут и тащут, а ведь нельзя же, да, то есть нельзя же, вот, кстати, интересно, что, как бы, это, вот, пошла некая традиция литургическая, несколько раз переодеваться, значит, там, епископу во время архиерейской службы. Почему? Потому что люди приносят облачение в дар, и каждый просит, батюшка, ты нынче в моем послужи. И, значит, и вот епископу приходилось несколько раз переодеваться, чтобы богатые прихожане не обижались, ну, то есть не пренебрегаешь ли ты даром моим-то, да. Хорошо, у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Татьяна. Я, вы знаете, хотела, что, ну, может быть, порассуждать с вами и не обидеть никого, только подумать, что никого не хочу обидеть. Вот сейчас вот ваш уважаемый гость вот в передаче сказал, что он служитель церкви, и про свое, значит, содержание говорит, что он на подаянии живет и так далее. Знаете, и при том он сказал, а дальше он сказал, что вот он должен быть там средний или не средний. Это все зависит от того, что такое средний, что такое не средний. Один считает, что он средний, а на самом деле он внизу или наоборот. Я о другом хотела сказать. Вот как ваше мнение? Вот я слышала такое мнение, и с ним согласна. Да, именно на Теус тоже оно прозвучало, что человек, который служитель, пастор, в принципе, он не должен только надеяться на эти деньги. И так сказать, мы вообще не знаем, как они распределяются, честно говоря, в церкви. А что он должен вообще-то работать. И не надо, не должен на содержании жить в церкви. Ну, как апостол Павел, например, он палатки делал, приходили какие-то вещи, что-то было, попадала ему часть, он был, но в основном не надеялся на это. Хорошо, хорошо, спасибо, Татьяна. Каждый работает своими руками. Вот меня возмущает, конечно, постановка вопроса, что служитель церкви должен работать. То есть, как бы, есть такое мнение, что служитель, он не работает. Да, то есть, это все равно, что сказать, знаете, что, пусть врач там, учитель, пусть он еще работает. Слушайте, я где-то это слышал уже, правда ли? Да, давайте, пусть он работу себе найдет, нормальную работу. То есть, вы считаете, что служитель, возможно, в вашей церкви служитель, это всего лишь конферансье по воскресеньям, который плохо и скучно ведет ваше богослужение. Но вообще служитель церкви, это работа, это ненормированный рабочий день, это по шесть часов ты спишь, эта семья тебя не видит сутками, это ты постоянно встречаешься с людьми, помогаешь людям, это ты готовишь проповедь, это ты серьезно подходишь к этому. У тебя душепопечительские проекты, у тебя миссионерские проекты. Я уже не говорю о том, что ты постоянно еще что-то красишь, белишь, если у тебя еще есть здание свое, потому что все же работают, а ты же не работаешь. Тебе чего делать? И, конечно, пока вот будет такое отношение к служителям церкви, церковь, конечно, не будет развиваться. Священное Писание говорит о том, что Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Это повеление Господне. Не заграждай рта у вала молотящего, а валах лепечется Бог. Достойно начальствующим пресвитерам должен оказывать сугубую честь. Это двойная зарплата. При этом служитель может отказаться от этого содержания. Он имеет право, как апостол Павел. Апостол Павел говорит, я имею право брать с вас. Мы имели право прийти к вам и пользоваться. И мы имеем право, как и апостолы, и братья Господни, и кифы. То есть мы на это имеем право. Но мы не пользуемся, мы добровольно от этого отказались, ну, для того, чтобы не обременять вас и так далее. Конечно, служитель, если видит, что церковь, ну, приход нищий, да, там, и люди жертвуют мало, конечно, он будет изыскивать какие-то дополнительные средства. Например, конечно, я где-то еще и подрабатываю. Я преподаю или, там, пишу статьи иногда и так далее, и получаю за это деньги. Вот, но, чтобы церковь совершенно не обременять уже, да, потому что семья большая и денег-то нужно много, у меня нет жилья своего. Я вынужден, например, снимать жилье вот здесь, да, при этом кто-то говорит, ну, тогда езжай там в деревню. Ну, так я не против, но люди же просят, чтобы я не уезжал, например. Вот поэтому они готовы поддерживать. Поэтому, ну, вот, все так. За больную тему мы случайно задели. Можно я древнеримского поэта, сатирика, да, ювенал Децим Юний, путник, у которого ничего нет при себе, может распивать в присутствии разбойника. Смертные напитки? Нет, распивать. Нам нечего терять, кроме своих цепей. Да, бедному нечего терять. Он свободен. Если у человека нет квартиры, он может в любой момент взять и поехать куда-нибудь. Это идеал Франциска Осийского, но идеал монашеский. Да, если ты один на этом свете, тогда, конечно, тебе выгоднее быть бедным. Вот поэтому, кстати, ну, тогда ты, во-первых, никого не эксплуатируешь. Вы помните вот эту знаменитую притчу, когда один монах там у Франциска, францисканец говорил, там, отче Франциска, ну, можно мне хотя бы иметь свою Библию? На что Франциск сказал, сегодня ты будешь иметь свою Библию, а завтра ты скажешь уже, принесите мне мою Библию. Да, ты поработишь брата твоего. Нет, пусть ничего своего у тебя не будет. Но если у тебя есть семья, если у тебя есть дети, если у тебя есть престарелые родители, о которых ты должен заботиться, кто своих особенно там, да, не печется, тот отрекся от веры, хуже неверного. Есть ответственность за людей. Поэтому я, допустим, говорю, ну, я согласен быть нищим и жить в подвале там без проблем, да, то есть у меня есть дети, у меня есть семья, я несу за них ответственность. Поэтому я работаю, да, то есть и содержу свою семью, как и любой другой мужчина, глава семьи. Ну, тут мы так к теме дауншифтинга подошли, то есть мы, в принципе, понимаем, что и осудили кредиты, да, здесь гневно, вот, и понимаем, что незачем стремиться к каким-то вещам, которые называются статусными и так далее. Но подходим к другой крайности. Это тогда, когда человек говорит, ну, вот я такой, зачем ко всему этому стремиться, ничего этого не нужно вообще, и давайте мы все будем жить на природе, питаться ягодками, грибочками и ежиками. Ежиками не надо. Ежики хорошие. Не трогай ежиков. Не вкусные, кстати. Но при этом, нет, опять же, ничего плохого в этом нет, если ты с семьей своей, ну, Господь тебя призвал там к фермерскому существованию. И просто недавно с семьей посмотрели «Капитан Фантастика». Да, 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 где там курицу дети убивают. Ну, то есть это, конечно, неплохо, чего, собственно говоря. Но каждый поступай так, как ему Господь определил, есть в Писании. То есть если меня не призвал Господь к этому образу жизни, чего я буду, собственно говоря. Просто путь такого self-made man успешного, это совсем необязательный путь для каждого человека. Не обязательно ты должен вырасти в доходе, в успешности и стать там каким-то особенным человеком. Но совсем другой может быть этот путь. Развитие, то есть человек должен развиваться. С этим согласны? Развиваться должен, да. Но может быть иногда развитие, оно может быть в дауншифтинге даже в некоем, да. То есть это тоже может быть определенное развитие. Бог может повести тебя к бедности, да, там и так далее. Ну, там у тебя, начиная от того, что может случиться война там или еще какая-то катастрофа, заканчивая неким добровольным призванием. Все, что имеешь, раздай и иди следуй за мной. Это тоже нельзя исключать. Кому-то Господь вот так говорит, с кем-то строит отношения. А с кем-то говорит, кого-то уищевает. Ты богатый в настоящем веке, только не забывай благотворение и общительность. Вот такая дискуссия была, вот Дональд Трамп, да, в Америке такой есть человек. Есть. Богатый достаточно. Где-то слышали, да. Что он покаялся ли он, не покаялся. Стал ли он по-настоящему верующим, не стал. Кто-то говорит, что там покаялся. Кто-то говорит, ну, это чисто внешне, чтобы зацепить вот евангельскую аудиторию, которую очень много в Соединенных Штатах и так далее. То есть вот, к слову, о богатых и об увещеваниях. Но в целом, понимаете, человек стремится к какому-то уникальному рецепту. Вот сколько лет я с людьми общаюсь, занимаюсь журналистикой, уже много, там, 17-18 лет. Получается, что люди в большинстве своем, они ищут какого-то вот универсального способа, алгоритм какой-то, какую-то схему. Вот надо сделать так, 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 и в конце получить результат. Причем, ну, неважно, верующие, неверующие. Отсюда бесконечное количество книг, как заработать миллион, как стать успешным, богатым, в том числе, там, духовным, процветающим, какие угодно вещи. То есть вот этот вот некий поиск алгоритма. Развитие какое-то должно быть. То есть человек не может же стоять в одной точке. Не может. Если человек стоит в одной точке, он начинает закисать. Но при этом и развитие совсем не обязательно должно по определенному вектору идти. Оно может меняться. Ну, скажем так, оно не обязательно должно коррелировать с мирскими понятиями о крутизне, успехе и так далее. Есть люди, которых, ну, в Библии описаны, да, которых мы бы с мирской точки зрения охарактеризовали как лузеров абсолютных. Ну, взять того же пророка Иеремию, ну, или там Исайю. То есть люди абсолютные лузеры. То есть они не достигли большого успеха в своем даже служении Богу, да. То есть не было у них тысячных последователей. Наоборот, они скитались в милотях и козьих кожах. Исайю перепилили пилой ржавой, наверное, там, да. То есть вот кого-то там камнями побили, с кого-то кожу содрали. Вот, лузеры, ну, чего, собственно, ничего не заимели в этом мире, успеха не достигли толпами, не повелевали церкви, не основали большие многомиллионные. А Господь, да, а Господь говорит, нет, это великие люди, да. То есть те, кого весь мир не был достоин, называет вот их Господь, да. Вот, и поэтому наш успех в глазах Бога, он никак часто не коррелирует с земными понятиями, с мирскими понятиями успеха. Можно быть успешным, развиваться, да, и так далее. А со стороны выглядеть лузером. И более того, со стороны, может быть, выглядеть грешником. У Паисии Святогорца есть одна притча, она мне очень нравится, про монаха греческого одного, которого все называли жадиной. Дело в том, что монахи на Афоне, они, ну, должны были работать, а как работать, то есть, ну, где работать там, да, то есть, они помогали окрестным крестьянам. Причем они не имели права брать деньги, значит, это, а крестьяне не имели права их не дать. То есть, ну, такое вот в обществе, то есть, если у тебя кто-то работает, нужно чуть-чуть заплатить. Поэтому выход был простой. Если тебе, ну, то есть, каждый монах брал деньги, но тут же прилюдно раздавал их нищим. Ну, то есть, а один монах деньги брал и ничего никому не раздавал. И он прослыл жадиной с Купердяем, и его даже порывались несколько раз исключить там из монастыря. А потом он умер, и на его похороны пришло какое-то абсолютно невероятное количество народу, и люди стали рассказывать такие вещи про него. Оказывается, он эти деньги копил для того, чтобы не просто нищим раздать, а, например, сделать крупную покупку, которую крестьянин сам себе позволить не может. Он видел там семью, например, и покупал им сразу корову. Ну, то есть, как бы копил деньги, покупал корову там, да, ну, там, тайно. Там кому-то новую там барану покупал, ну, и так далее. То есть, и только после смерти выяснилось. То есть, человек с точки зрения общественного мнения был вообще, ну, как бы грешником, там, жадиной, стяжателем. А на самом деле, вот, был хорошим. Все возвращается, так сказать, вот такие все разговоры, они возвращают нас, как говорится, все дороги ведут в Рим, вот в данном случае, в Париж. Там же, по-моему, находится палата мира весов. Ну, наверное, да. Да, по-моему, да, по-моему, в Париже. То есть, относительно чего мы рассуждаем, да, то есть, где в нашей жизни вот эта точка абсолюта. То есть, в данном случае, все, что говорит наш сегодняшний гость, да, Павел Бегичев, векарный епископ, он говорит о том, что мы должны рассматривать свою жизнь с точки зрения Бога. То есть, все вот эти ценности, все наши насущности, все наши потребности, селфмейдство и так далее, ничего плохого в этом нет, что ты где-то... Да, греша в этом нет, скажем так. Да, вот, тем более... Но если это выдуло, не превращается. Ну, естественно, да, да, с оговорками. Вот все эти вещи, то есть, соотносить со священным писанием, с Богом, да. Те люди, которые слушают нас сегодня, ну, они в церковь не ходят, и Библия для них пустой звук, ну, для начала должны ее прочитать, как минимум, да, раза три. Да хотя бы что-нибудь прочитать. Чтобы так более-менее разобраться, раза три нужно прочитать, от корки до корки. Вот, но тем не менее, вот они все это прочитали, говорят, нет, все-таки пустой звук. С чем они себя соотносят? С какими-то звездами, с какими-то, может быть, бизнесменами, да, то есть, там, Стив Джобс, может быть, да, вот у нас здесь есть тоже в студии человек очень похожий на Стива Джобса. Вот, то есть, все равно, вот, какой-то, ты выбираешь вот эту вот ценность, нет, не Андрей, далеко. Олег? Нет, ну что ты, ну что ты, я тогда был бы не Эппл, а Пампкин. Да, да, мистер Пампкин, да, ну, извините. Да, то есть, ты выбираешь вот этот вот абсолют, вот этот фундамент какой-то, да, относительно чего, это как вот, ну, мы вращаемся вокруг Солнца, все планеты, то есть, ну, вот это Солнце какое-то должно быть. И понятно, что если ты выбираешь человека, сюда ставишь, ну, как-то все очень относительно. Да, так или иначе, человек на что-то должен ориентироваться, какое-то основание должно быть. Если мы ориентируемся на человека, что Библия об этом говорит, проклят тот, кто надеется на человека, и... Да даже, даже если сейчас вот убрать Библию, да, я сейчас крамольную мысль, конечно, сказал, простите. Да ладно, ну, ладно, ладно, ну, что нет, ну, давайте. Ну, просто в КВН, да, то есть, отставить Путина, отставить Путина. Да, просто здравый смысл заключить. Какой смысл ориентироваться на человека? Сегодня он, да, твой авторитет, основание, завтра он споткнулся, упал и... Тот же самый Стив Джобс, да, зарабатывая миллионы, не отдал ни копейки на благотворительность. Ой, точно, да, это точно. Ну, по крайней мере, то, что общеизвестный факт, может быть, где-то правая рука не знала, что делала левая, но тем не менее. Ну, я, по-моему, читал про Рокфеллера, то ли про Рокфеллера, ну, не важно, в данном случае, который, ну, в день зарабатывал там миллион, а потратить на еду мог, там, пять центов. У него был рак желудка, и он питался только кашками. Ну, это его проблема. Я говорю про то, что те идолы, которым люди часто стремятся, кумиры, скажем, не идолы, они на самом деле потом проходят время, и происходит очень жесткое разочарование. Поэтому самое лучшее место для всех людей, кто ищет себе насущные смартфоны, автомобили, мерседесы или еще что-то, все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, пятая глава, седьмой стих. Священное Писание. Евангелие. Новый Завет. Вот. Да там много очень, на самом деле, о богатстве и бедности, потому что тема была очень насущная и актуальная для того времени, для тех последователей, потому что разрыв между бедными и богатыми был, мне кажется, может, даже еще больше, чем сегодня. Ну, и, кстати, все-таки давайте, да, извини, я закончу. Финал. Нет, я все. Ну, просто есть еще ведь одно важное предупреждение. Берегитесь любостяжания, которые есть до услужения. Вот, принимая волю Божью, бойся стать Богом сам для себя. Это очень серьезное предупреждение. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Я предлагаю закончить молитву отчинажа, друзья мои, потому что в этой молитве действительно, ну, много очень самой сути христианского учения. И в том числе про насущное тоже. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. 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 Всем спасибо, кто был с нами, друзья. Это была программа «Б». Да, как всегда, времени не хватает. Поэтому слушайте, переслушивайтесь, подключайтесь и не отключайтесь от нас. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо, Павел. Пожалуйста. Отец Павел. Епископ Павел. Владыка.